Девушки отдыхают Я не слышал Я той ночью просыпалась от дождя Выходила на кухню Папа был дома Я слышала, как он храпит Она работала у меня по дому Вчера вечером заходила на несколько минут забрать насадки для пылесоса Она не показалась вам взволнованной? Да нет, все как обычно Ночью вы дома были? Конечно А где ж нибудь спал всю ночь? Залишься? Не люблю врать Тем более полиции Я вообще не понимаю, почему нельзя было честно сказать, что он уходил ночью Вот зачем ты соврала, что просыпалась? Потому что папа не убийца А они его подозревают Ну все, я отправил Калашникова на дактилоскопию Это девочка Алина? Угу Не знаю почему, но я уверена, что она лжет Людмила Никифорова была убита около часа двух ночи Она сама открыла дверь убийцы То есть была с ним знакома, да? Возможно Убийца задушил ее, потом связал ей руки леской и насыпал в рот песок Скажите, а Калашников был последним, кто видел Никифорову живой, а? Да, также его дочь и ее жених Денис Мезенцев Значит, Калашников у нас подозреваемый? Возможно Как минимум две жертвы связаны с ним напрямую И третья косвенно Бородаев подрабатывал у него в ресторане И пропал спустя неделю после исчезновения жены Калашникова Убил свою жену А потом, чтобы обеспечить себе алиби Привлек к этому делу Бородаева, которого потом тоже убил, так что ли? Или Бородаев был свидетелем? А как связать остальные жертвы? Вошел во вкус, понравилось убивать У нас пока нет никаких доказательств этой версии, но мы ее считаем вероятной Еще нам нужно сравнить обувь со следами у дома Мы хотим провести обыск в доме Калашникова На каком основании? Прокурор не подпишет постановление Найдите что-нибудь существенное Сейчас в доме Никифорова работают все наши криминалисты Может там будет такая зацепка? Я вызвала криминалисты из области Вот как? Значит нашим вы не доверяете, да? Просто хочу быть уверена в результате Вовремя ты конечно приехала, у нас тут люди боятся по вечерам из дома выходить Говорят в полиции есть несколько версий, кого подозревают никто не знает У нас тут из центра сначала следователи прислали, потом криминалисты Вы скорее бы уже поймали этого выродка Да не говори Зато у тебя работы меньше, меньше травм, люди то дома сидят Ну если бы, то кипятком кто-нибудь ошпарится, то из окна выпадет по пьяни Да Слушай, а у вас что-то Рома жилья лежит, да? Ну да, одноклассник твой Угу Проведать хочешь? Ну упаси господи, просто к слову пришлось Слушай, а он дома ночует или? Нет, ты что? Он совсем не ходит, даже в туалет только с чьей-то помощью Целыми днями сидит у себя в отдельной палате и в приставку играет Понятно Я проверил все дела пропавших девушек в области и вот что обнаружил Голикова Анжелика Сергеевна, последний раз ее видели на выезде из Погорска Перед исчезновением была одета в кожаную куртку с металлическими вставками Остатки одежды похожи на кожаную куртку с металлическими вставками Так, когда пропала? Полтора года назад? Пропала здесь, но дело почему-то оказалось в области Подождите, есть координаты родственников? Да Сестра подавала заявление, вот Да, ну хватит тут сама Да я не дуюсь, я просто считаю, что это неправильно Не правильно? А как правильно? Отца надо было сдать Что значит сдать? Сдают преступников А ты сама сказала, что он не убийца, значит ему ничего не угрожает Такой ты наивный, конечно Ты такая... Я тебя не узнаю Ты же сама сказала, что хочешь найти убийцу маму И как ты это делаешь? Обманываешь следствие? Следствие? Да следствию плевать далеко Если тебя совесть замучила, может сам пойдешь, признаешься обо всем в полицию? Сделаешь из отца козла отпущение из-за мокрой одежды? Чего не идешь-то? Алина, я не хочу с тобой ссориться Но делать вид, что все нормально, я не могу Ну здоровье! Пап, что случилось? Эта псина изгадила мне кресло! Убери ее отсюда! Папка! Собака должна жить на улице! Ты ее бил? Пальцем не трогал! Не бойся Пока! Не бойся А когда Анжелка пропала, я поехала в Погорское УВД Они говорят, прописка здесь есть? Нет Ну вот и обращайтесь по месту прописки в область Я им говорю, она не жила по прописке Она в родительском доме жила Никто даже слушать не стал И вы обратились в областную? Да Да я все понимаю У нее же работа была незаконная и опасная И она на трассе стояла Ну и она рассказывала, что до этого пропадали уже девочки Никому дела не было Черт! Я думала, она просто уехала Это точно она? Вам нужно сдать ДНК, тогда сможем точно сказать Как скажете И если найдете контакты тех, с кем она работала Пришлите, пожалуйста Я поищу Поищу Спасибо Вам спасибо Полиция не дает никаких комментариев по делу в убийствах Ссылаясь на тайну следствия и оперативные действия Но и без этого понятно, что в городе действует серий Уже на всех форумах написали про бездействие полиции Ну и наверное тяжело работать, когда никто не хочет правду говорить Денис, хватит! Уже все известные блогеры про это написали Уже дошло до Москвы и до Питера Костя, я тебе еще раз повторяю Не держи меня за дурака, да Я свою долю продавать не собираюсь Да, ты правильно меня понял И прекрати мне звонить уже с этим предложением Все! Закрыли эту тему, я еще раз повторяю тебе Я вас услышал Обязательно разберусь с этим Обещаю, что виновные понесут наказание То, что ваши сотрудники не приняли заявление о пропаже человека Это ваша вина И неважно, была она проституткой или врачом Я вас услышал Что-нибудь еще? Я тогда пойду? Нет, ну ты подумай, а Я виноват в том, что эти придурки из Ворошиловского не искали проститутку Это она сгречает Проститутку! Слушай, может она больная, а? Может и больная По костям-то вряд ли определишь По каким костям? Да я не про труп, я про эту стерву Слушай, Паша, ты за ней следишь, а? Она где-нибудь накосячила? Никак нет, все четко по правилам Паш, тебя мадам зовет из области Криминалист приехал Ступай, ступай В доме много отпечатков непринадлежащих хозяйке Она жила одна Вряд ли это отпечатки убийцы Судя по всему, он действовал так быстро, что просто не успел доносли Паш, нужно узнать, с кем общалась Никифорова, у всех снять отпечатки Я слышал, что убийца дверь оставил открытой и калитку Ну так торопился, в попыхах Или привлекал внимание Пафнутий, Таратек свою переставь Что еще? Да, вот здесь следы На газоне и на дороге Такое впечатление, что он специально потоптался в грязи, а потом наследил У вас же я слышал, еще трупы были, с которых началось расследование? Да Как их нашли? Сгорела заброшенная ферма, та постройка, где они были зарыты А о пожаре как узнали? Был звонок с трассы, водитель какой-то позвонил Водителя мы так и не нашли Звонок был с корпоративного номера, левая симка Это вполне мог быть убийца Зачем? Играет с нами, привлекает внимание Ясно, спасибо Да, Пашантелла, пора менять ей тачку Да, Пашантелла, пора менять ей тачку На велосипед Парни, не пойму, это у вас зависть или желание самоутвердиться? Ну мы же шутя Зависть к чему? К ядру к этому? Ну, кто-то честный, не берет взятки А кто-то на хорошей машине Это вы, Татьяна, на что намекаете? На то, что мы взятки берем? Хотите поговорить об этом? Вы зачем сюда приехали, что вам надо? Шеф прислал, если помощь понадобится От вас точно не понадобится Можете так шефу и передать, свободно Они и так-то парни нормальные Паш, тебе нужно научиться отвечать на хамство Да я хамство не почувствовал вроде Вроде Так, поехали Куда? На трассу между Погорском и Шейном Я скажу, где остановить Угу Денис Да хватит, малыш Ты устала Давай сегодня пораньше ляжем Иди ложись, у меня тут кое-что интересное, я еще посижу Ну, ты что, мазохистка Тебе нравится читать, как твоего отца грязью поливают? Да, нравится! Уйди, пожалуйста, и закрой дверь Угу Кого ждем? Учинами Менеджера по продаже женских услуг Сутенер? Это сестра Голикова и прислала? Угу Вон Старший следователь Мальцева, мне нужно задать вам пару вопросов Задавайте Вы знали Анжелику Голикову? Не припоминаю такую Она работала у вас, пропала полтора года назад Работала у меня? Вы меня с ком-то путайте, я вообще безработный Послушайте, мне не нужны ваши признания Мне нужна информация о девушке и обстоятельствах, при которых она пропала А мне нужен миллион баксов, частный самолет, такие вот дела Слышь, ты клоун, не хочешь по-хорошему, да? Маски шоу тебе устроить? Да я устрою, вообще работать не сможешь Ладно, ладно, что ты агрессируешь-то, я так вообще шучу Шути Тебе задали конкретно вопрос Давай, соображай быстрее Анжелика Голикова пропала полтора года назад Ну, рассказывай все, что знаешь Ну что, подъехала желтая иномарка, без номеров, она села и с концами уехала Такси? Да нет, такая золотистая вроде Какая иномарка? Модель, седан, купе Да не знаю, четыре двери и багаж, я вообще машиной не разбираюсь В самолетах зато разбираешься Водителя видел? Нет, не видел, я там стоял, она вон там села С ней был кто-то рядом? Да вроде бы не было, машина подъехала, она села и уехала, все, конец Ты даже в полицию не обращался, не говорил никому? Не беспокоился? Ха, сестра ее вроде беспокоилась Вроде Свободен Надо дорожникам сказать, чтоб его погоняли Хотя, че толк, он все равно вернется, сволочь Слушай, Паш, я не ожидала от тебя такой резкости Могу Давай отвезу тебя в гостиницу Мне в управление надо заехать Давай заедем Держи Ну что? Спасибо По-горски три автомобиля золотистого цвета Один из них принадлежал Эдуарду Калашникову Взи-трак с 2015 года выпуска Два года назад он продал его Илье Кольникову Это старший Кольников Отец Константина, только зачем ему машина? Он же инвалид Инвалид Может для сына? Хотя тоже странно, у сына внедорожник Пока 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 Слушай Да У меня все не выходит из головы твой разговор на трассе Почему ты так же не можешь садить своих коллег по работе? Ну ведь ты тоже можешь быть и добрый и человечный Ну не со всеми Ладно, большое спасибо, что подвез Завтра займись отпечатками знакомых Никифоровой А я загляну к Кольникову, посмотрю на его авто Пока Пока Доброе утро С чего ты взял что-нибудь доброе? Сделаю тебе чай и кофе Сделаю тебе чай и кофе Слушай, тут на местных форумах Под разными никами Оставляют комментарии с одинаковыми ошибками, смотри По поводу? Пишут про папу, что он подкупил ментов и... Поэтому они его не берут Да уж городок маленький Ничего не скроешь Ты куда? Из Уэда звонили, просили подъехать А где лапка? На диету села? Вот Вы можете объяснить откуда в доме Никифоровой ваши отпечатки? Люся работала у меня более трех лет Я иногда бывал у нее дома На кухне? В подвале? В спальне? На что вы намекаете? Я не намекаю Я сейчас вас напрямую спрашиваю Вы состояли в любовных отношениях с Никифором? Чай, кофе? Нет, спасибо Это ваш папа Илья Кольников? Да Осваивает новые технологии А о чем вы хотели поговорить? О Зитраксе золотистого цвета Этот автомобиль принадлежит вашему отцу? Да Из-за него он такой Не поняла Эта машина раньше принадлежала Эду... Эдуарду Калашникову Два года назад он продал этот Зитракс папе И папа попал на нем в аварию Будь он проклят Это вы про автомобиль? Нет, про Эду Он знал, что машина неисправна, но ничего не сказал А разве машину не проверяли перед покупкой? Они были друзьями, они доверяли друг другу Как я понимаю, после аварии дружба закончилась Но этот трус даже не признал свою вину Только выразил соболезнования После покупки На этой машине кроме вашего отца кто-нибудь ездил? Да он и сам особо не успел Только по городу, да пару раз Сергей в Пассад съездил То есть ваш отец какое-то время ездил на этой машине Потом попал в аварию и вы обвиняете в этом Эдуарда Калашникова Да его много в чем можно винить Послушайте, а к чему все эти вопросы? Вам нужна машина? Вон она в гараже до сих пор разбитая стоит Можете посмотреть Возможно, позже Расскажите об Эдуарде Калашниковой Я так поняла, вы его недолюбливаете? Он высокомерный подлец Его сложно любить Даже страшно подумать, что мы могли быть с ним родственники Вот как? Ну да Я хотел жениться на его дочери Алине Не то чтобы у нас были отношения, но наши отцы дружили и В общем, однажды он подозвал меня к себе и сказал, что у меня ничего не выйдет Что я, видите ли, не достоин его дочери Думаю, такое слышать неприятно Я не знаю, что вы расследуете, но наверное вы слышали об убийстве Люси Никифоровой? Да, слышала, а что? Полиции будет полезно знать, что она была любовницей Эды Калашниковой Лапка! 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 Денис, надо ее в городе искать, я не знаю, она могла под машину попасть Не волнуйся, без нервов, спокойно, мы ее найдем Расклеим объявление по городу, у нее уже на ошейнике наши номера, не волнуйся? Лапка! 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 Что там? Лапка! 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 Лиша была очень хорошим человеком, добрая, отзывчивая Людмила Никифорова? Да, я собирался сделать ей предложение, но не знал, как дочь отреагирует ждал Мы все так поглощены мелкими заботами, что не успеваем сделать самое важное Подпишите А что это? Вам запрещено покидать город на время расследования, в случае нарушения вы будете привлечены к уголовной ответственности Твой отец очень опасен, я конечно ни на что не намекаю, но... А вот он Денис Зачем ты убил Лапку? Что? Ты убил нашу собаку, чертов психопат Ты что бредишь что ли? Я никого не убивал, что вообще происходит? Мы нашли ее в кустах Да у него крыша съехала Бери руку! Ты что смелым стал? Где твоя смелость была, когда нужно было Алину защитить? От кого защитить? От того, кто на нее напал Так это ты, Рома Жилина, ты... Алис, ну он... Он убил Лапку Он убил Люсю Он убил твою маму Я спою Ты можешь не срочно отсюда уехать? Я... Отец очень опасен Машину уже сделали Я схожу за ней, а ты... А ты собирай вещи Алина Деточка Прости меня, я запутался Клянусь, я не убивал ни маму Ни Люсю Ни твою собаку И не понимаю, что происходит Прошу, поверь мне У меня так болит голова Очень сильно Я прошу тебя, не оставляй меня одного Папа, тебе надо отдохнуть Папа, тебе надо отдохнуть Пойдем Пойдем Где он? Спит Ты собрала вещи? Денис, я никуда не поеду Алина Ты в своем уме, а? Ты ненормальная? Я тебя силой увезу, если потребуется Не увезешь Вставай, пошли за вещами Я тебе сказала, я никуда не поеду Я не могу его одного здесь бросить Хочешь, поезжай Говорила, что неупрямая Это что? Коньяк отцовский Я тебя с этим монстром не оставлю Не надо его так называть Ты уже пить начала, как он, Алина Это очень плохой знак, мы же оба это понимаем Да Доченька Помоги мне Я Запутался Граждане, расследование ведется, о результатах мы вам обязательно сообщим Что ты нам чульку гонишь? Давай самого главного Нас тут убивают, а ты на сказке рассказываешь Вот, следователь ведущий дела Она приехала из области, работает каждый день с утра до ночи Не засути Где ваше расследование? Почему убийцу до сих пор не нашли? Из области она приехала, до области плевать на нас Вы только... Все вы там в продаже, вы только о карьере думаете Так вы что все? Совсем сдурились что ли? Михаилович, что ты орешь? Вы чего хотите все? Хотим обедов, хотим знать, что вы делаете? Какое все стоило Значит так, мы делаем свою работу, все остальное вас не касается Все, расходите Спасибо тебе, я что-то как-то растерялась под их напомню Да не за что О, знаете, обстрелили танцы на костюме Придурки Танцы на песке Чего? Слушай, я все время думаю, почему песок Что убийца хочет нам сказать? Тут, случайно, нет какого-нибудь пляжа или карьера? Нет, пляж то есть, но там песка не особо, да и песок то не отсюда А карьера у нас не было и нет Но у меня есть новости Так Пришли результаты ДНК тестов, опознали двух остальных жертв Обе проститутки, работали на областных трассах Шеф ждет Ясно Вызывали? Объясните мне, почему до сих пор не арестован Эдуард Калашников Улик недостаточно для задержания Шесть убийств, два напрямую с ним связаны, жена и любовница Если сейчас задержать Эдуарда Калашникова, а потом выяснится, что он невиновен На ваше управление ляжет пятно, от которого очень трудно будет отмыться Спасибо, что беспокоитесь о нас А его жизнь будет испорчена Толпа всегда жаждет кровью Даже если улики будут косвенными Толпа не обратит на это мигание Ну что ж, ну, найдите прямые улики Ну поймайте вы этого убийцу поскорее, иначе толпа захочет нашей крови Все, давайте, по коням Леш, пожалуйста, это же твой форум Скажи, кто пишет гадости про моего папу Это не мой форум Ну ты там админ Алин, ты знаешь, что говорят в городе про твоего отца? Да мне плевать, что говорят в городе Это пишет один и тот же человек, понимаете? Однотипные сообщения, одинаковые ошибки Вот книги, из которых это пишут Даш, пожалуйста Леша, это правда очень важно Ты же знаешь моего папу Почему ты веришь во всю эту чушь? Чушь! Да я уже не знаю, чему верить Алина, мне страшно на улицу выходить Страшно дома быть Я не одна такая Я уехать хочу Денис тоже говорит, что надо уезжать Я бы на твоем месте его послушала Ты не на моем месте Ты вообще ничего не знаешь Да, ну это один человек, один айпи адрес Кто? Это Костя Кольников Почти все ники это он Последние два писали через прокси, поэтому точно сказать не могу Леша, а еще есть паблики в соцсетях Там предлагают людям заплатить, чтобы они протестовали и писали в полицию Алин! Я не хакер В соцсети меня не касаются Я и так уже превысил свои полномочия Хорошо А можно еще одну просьбу? Последнюю Распечатай мне эти данные Пожалуйста Мы с женой прожили вместе меньше года Она сказала, что ей тут душно Подала на развод и уехала в Москву Там снова вышла замуж и кажется опять развелась В вечном поиске лучшей жизни? Наверное А ты не думала снова замуж? Да как-то нет Ну а кроме работы у тебя есть какие-нибудь увлечения? Рестораны Рестораны любишь? Эти рестораны Все они находятся рядом с теми местами, где пропадали девушки Все связано Все крутится вокруг Эдуарда Калашникова Да Хорошо Давайте встретимся в управлении сейчас Кто звонил? Алина Калашникова У нее есть для нас важная информация Все эти сообщения написал Костя Кольников Он подкупил блогеров И людей настраивает против папы Зачем это ему? Чтоб папу из бизнеса выкинуть Он ему мстит Для чего? За проданную машину? Да Отец Кости попал на этой машине в аварию Костя уверен, что это папа виноват Но он вообще ни при чем И зачем нам это? Идите с этим в суд, подавайте на клевету Да вы не понимаете что ли? Костя может быть причастен к этим убийствам Он все делает, чтоб папу подставить Проверьте его Уж слишком сложная схема для того, чтобы подставить вашего папу Вам наплевать, да? Вы уже моего отца в преступники записали? Никто вашего папу пока в преступники не записывает Но вы должны знать, что он может быть не тем, кем вы его считаете Да я его знаю! Он не мог! Никогда! Проверьте Костю Кольникова Хорошо, проверим Спасибо Это все от отчаяния, такие громоздкие теории Тем не менее, вызови завтра Константина Кольникова сюда Говорим с ним насчет этого Хорошо Ну что? Сказали, будут его проверять Мне кажется, им не плевать, честно говоря Угу Поехали давай Алина, подожди Я не понимаю, что ты хочешь этим добиться? Правда? Я не хочу об этом говорить, извини Я не хочу, чтоб ты ехала домой к убийце Он не убийца! Это мой отец! У него сейчас очень сложный период, слышишь? Может быть, у него был нервный срыв Послушай, я же не сказал, что он маньяк и всех убил Но он реально опасен! Он может причинить тебе вред, ты это понимаешь? Я сейчас поеду на такси Это мой отец, слышишь? Я не могу его оставить одного У меня, кроме него, никого нет Никого нет, да? И меня нет Я не это имела в виду, Денис Знаешь, я сегодня переночу в гостинице Ночуй Тебе придется делать выбор Давай я подвезу тебя до гостиницы Да тут недалеко, я пешком дарю Пешком небезопасно, садись Черт, а! Как же так-то, а? Ну, я все ж пешком Я провожу Не спорь ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Городок у нас небольшой Перспектив никаких Вот и все стремятся уехать Кто в областной центр, а кто в Москву Ты тоже? Не знаю, как ты не думала об этом Мне предлагали работу в Москве Отказалась? Надо было дела передать А у меня дело такое было, не могла его бросить Полгода с ним работала Что за дело? Убийство инкассаторов А, это три года назад было, да? А налетчики в автосервисе работали Да, поэтому мы их долго не могли взять Маскировались, но взяли Так, и чего? Чего Москва? Потом предложение уже стало неактуальным Да, я особенно и не стремлюсь туда Нужным можно быть везде Да, это верно, но в Москве карьера Я никогда не верила, что она сбежала Я никогда не верила, что она сбежала Ну, да, твоя мама была с Балмошной И отца твоего она не очень любила Но она бы не сбежала, не попрощавшись со мной А потом я прочитала в новостях, что, боже, это просто какой-то ужас Она сама говорила, что папу не любил Алина, они не разводились только из-за тебя Я часто слышала, как они ссорятся и Мне кажется, твой папа ее боялся Боялся? Почему? Лена что-то знала про Эда Ну, какую-то тайну, которую он хранил много лет Она никогда не рассказывала об этом Но один раз я слышала, как она ему угрожала Алиночка, извини, пожалуйста, у меня внучка проснулась, мне бежать надо У тебя теперь есть мой телефон Пожалуйста, позвони мне, когда будут похороны Да, спасибо, тетя Ива До свидания Я не виноват Слышишь? Не виноват Ты слышишь? Мне нужна твоя помощь Вы автор этих сообщений С чего вы взяли? Отвечайте, пожалуйста, на вопрос Ну, я И что с того? Я написал правду Люся Никифорова была любовницей Эда И вы прекрасно об этом знаете Но ничего не делаете Почему вы его не арестовали? Я спрашиваю, вы отвечаете Где вы находились в ночь, когда была убита Люся Никифорова? Ну, вы совсем что ли? Вы меня подозревать будете? Знаете, я без своего адвоката больше с вами разговаривать не буду Там приехал его отец, хочет нам рассказать что-то очень важное Ну, надо спуститься Вот следователи, которые ведут дела Здравствуйте Здравствуйте Я долго скрывал это, потому что и сам виноват Но то, что случилось Я должен рассказать вам правду Мы вас слушаем Тот, кого вы считаете Эдуардом Калашниковым, на самом деле не он Эдуард Калашников скончался 30 лет тому назад Приехали попрощаться? Эд, я хотел извиниться за грубые слова Я просто не понимал, насколько тебе тяжело Тоже меня прости У меня в последнее время голова просто как в тумане Не хотел, чтобы так вот получилось Все Папа Кто ты на самом деле? Папа Кто ты на самом деле? Кто ты на самом деле? Тот, кто ты на самом деле,Singing АUTА Папа Папа ДНЕТ Папа Папа В испробно Продолжение следует...